Сегодня мы продемонстрируем вам явление, для воспроизведения которого никакого сложного оборудования не требуется. Мы приготовили кювету с прозрачными стенками и небольшим зазором между ними, и два раствора, солевой и сахарный, причем плотность солевого раствора чуть-чуть больше, чем плотность сахарного раствора. Зальем в кювету сахарный раствор до половины высоты. Соленый раствор тяжелее сахарного, и мы будем аккуратно заливать его через трубку с помощью шприца, так чтобы соленый раствор оказался внизу под сахарным, и они по возможности не смешивались. И вот что мы увидели на экране, стоящем за кюветой, прокрутив запись в шесть раз быстрее. От границы раздела растворов быстро поднимаются вверх тонкие струйки с какими-то капельками на концах. Их становится все больше и больше. А что же происходит внизу? Вниз тоже пробиваются струйки, но они опускаются гораздо-гораздо медленнее. А посередине возникла большая мутная зона, в которой растворы, по-видимому, перемешиваются. Струйки продолжают подниматься вверх, и это движение никак не останавливается. Почему же все это происходит? Плотность сахарного раствора составляет 1,06 грамма на кубички сантиметр, а плотность солевого раствора 1,08. Нам удобно следить за превышениями плотности над плотностью чистой воды, поэтому уберем отсюда единички. Что же происходит дальше? Сахар начинает диффундировать вниз, а соль вверх. Причем молекулы сахара крупные, и они проникают в солевой раствор медленно, а соль диффундирует гораздо быстрее. Посмотрим, к чему это приводит. Сахар расплылся в достаточно узкой полосе. Будем считать, что плотность сахара в ней составляет 3 сотых. Выше этой полосы плотность сахарного раствора по-прежнему 6 сотых, а ниже сахара еще нет. Соль расплылась на большую ширину, и пусть плотность соли в середине равна 4 сотым, сверху 3 сотым, а снизу 5 сотым. Найдем теперь полную плотность. Для этого надо сложить один избыток и другой. В центральной полосе избыточная плотность составляет 7 сотых, а под ней плотность оказалась равна 5 сотым. И это самая малая плотность раствора во всем объеме. А над ней плотность равна 9 сотым. Это самая большая плотность, даже больше плотности исходного раствора соли. И теперь, при небольшом возмущении, легкие слои начнут всплывать наверх, пробиваясь в раствор сахара и образуя своеобразные грибочки. А самые тяжелые слои тонут, пробиваясь в раствор соли. В результате растворы соли и сахара будут перемешиваться, и этот процесс идет гораздо быстрее, чем при обычной диффузии. Явление двойной диффузии можно наблюдать не только в лабораторных условиях, но и в масштабах мирового океана. Представьте себе, что сверху находится слой теплой и при этом соленой воды, а снизу вода холодная, но более пресная. И вот тепло от верхнего слоя воды проникает в нижнюю. Нижний слой прогревается, становится легче и начинает всплывать наверх, а верхние слои наоборот падают вниз. Ровно то, что мы видели в нашем эксперименте с сахаром и солью. И это явление океанологи изучают еще 60-х годов. При этом они и строят теоретические модели, и, конечно же, опускают свои приборы в толщу океана, чтобы узнать, что там происходит внутри, и занимаются численным моделированием. Эта же задача была предложена участникам Международного турнира юных физиков в 2015 году. И с командой школы Пифагора произошла такая история. Мы проводили эксперименты вечером и оставили кювету на столе. А утром решили посмотреть, чем все закончилось, и увидели нечто необычное. Почти на всю глубину кюветы были видны ровные параллельные каналы. И эта структура сохранялась на протяжении многих часов, прежде чем окончательно замазывалась из диффузии. Судя по всему, в такой столбчатой структуре чередуются каналы двух типов. По одним каналам медленно поднимается вверх более соленый раствор, а по другим столь же медленно опускается вниз более сладкий раствор. Соленый раствор за счет диффузии постепенно отдает свою соль в соседние сахарные каналы. И эта диффузия создает необходимую разность плотностей для поддержания процесса движения. А еще есть такая гипотеза, что именно процессы двойной диффузии привели к возникновению странных геологических образований, встречающихся в разных частях земного шара, так называемых базальтовых пальцев, возникающих при остывании лавы. А теперь я задам вам такой вопрос. В нашем опыте с сахаром и солью наверху находился менее плотный сахарный раствор, а внизу более плотный соленый. А потом все это дело перемешалось, и за счет этого центр тяжести системы поднялся чуть выше. Спрашивается, а за счет какой энергии произошло это поднятие центра тяжести? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.